Сегодня газовики работали в селе Барановка. Здесь, как и в городе в целом, с каждым годом увеличивается количество населения, поэтому новое оборудование для этого поселка своевременно и актуально. Замена шкафных пунктов редуцирования газа, во-первых, повысит надежность, обеспечит стабильность газоснабжения сельчан, во-вторых, даст дополнительные мощности для подключения новых абонентов. Обновленное оборудование, отмечают газовики, отличается большей пропускной способностью, а также редукционной, предохранительной и, что немаловажно, защитной арматурой повышенной чувствительности. В рамках подготовки к зиме Сочи Горгаз планирует произвести замену 10 подобных шкафных пунктов редуцирования газа. Подключение газа будет происходить сразу же по окончании работ в 18 часов, но только тем абонентам, у которых в наличии есть действующий договор на техническое обслуживание внутри домового газового оборудования. Установка новых шкафных пунктов редуцирования газа по городу Сочи взамен старого оборудования подходит к концу. Специалистам осталось заменить еще два шкафа, чтобы зимой горожане бесперебойно пользовались газом. Поэтому сегодняшняя приостановка газоснабжения, которую специалисты называют вынужденной мерой, еще не последняя. А вот всем ли возобновят подачу газа? Еще вопрос. Правительство Российской Федерации дал четкие указания газовикам без договора газ не пускать. Поэтому, руководствуя законодательным актом, газовики иногда не могут дать топливо в целые дома. Подобный договор в первую очередь обеспечивает безопасность абонентов. В рамках договора газовое оборудование потребителей проходит профилактический осмотр специалистами. Пока идет интенсивная подготовка к зиме газового хозяйства Большого Сочи, жителям предлагают немедлительно обращаться в специализированные организации для заключения договора на техобслуживание. Только в таком случае газ поступит во все дома и квартиры потребителей.